Привет-привет, друзья! Вы на канале Арусяк Хохикян. Друзья мои, сегодня у нас в меню клубничный жилейный торт. Это очень легко и всегда приятно освежать в теплую погоду. Так что предлагаю присоединиться ко мне. Поехали! В качестве формы у меня сегодня вот такая пластиковая посуда. Также я взяла два компота, вишневый и айвовый. Немножко поиграем со вкусами и с цветом. Хотя вы можете взять только один из них. Друзья мои, очень важно, хочу отметить, что при использовании желатина достаточно сильно страдает вкус основного ингредиента. Так что добавляйте немножко больше сахара и даже можете добавить кислинки лимонного сока или лимонной кислоты, чтобы сделать вкус выразительнее. Жиле возможно делать практически из любого сока, компота, сиропа, разведенного водой или даже из подслащенной воды делают с добавлением любимых ароматизаторов. Делайте как хотите. Лишь бы вкус основного ингредиента вам нравился. Исключение, наверное, составляют те соки, в которых достаточно высокая концентрация цитрусовых натуральных соков. Чтобы получить достаточно плотную консистенцию желе, чтобы хорошо держало форму, выдерживал собственный вес, для каждого стакана жидкости берем столовую ложку желатина. То есть на 250 мл жидкости столовая ложка желатина. Это примерно 15 грамм. Исходя из объема моей формы, я беру 3 стакана жидкости. Соответственно, 3 столовые ложки желатина. Первым делом замачиваем желатин. Вы, наверное, часто замечали, что в рецептах указано, желатин можно добавить в горячую массу, в горячий сироп. Прекрасно разойдется и без проблем все получится. Друзья мои, таким образом без замачивания получается только желатин животного происхождения. Если вдруг у вас в руках оказался желатин рыбного происхождения, тогда его точно нужно заранее замачивать. Ну а если вы, так же как и я, не знаете происхождение своего желатина, тогда советую следовать моему примеру и обязательно замачивать, чтобы ни в коем случае не ошибиться. Для замачивания желатина берем 5 раз больше воды. Если тут 45 граммов, значит воды должно быть 225 миллилитров. Кстати, берите только холодную воду. Чем ниже температура воды, тем лучше у вас получится желе, тем прозрачнее он будет. Теперь отправляем в холодильник. В холодном месте желатин работает лучше и лучше раскрываются все его свойства. Когда масса станет вот такой твердой и не останется лишней жидкости, значит можно продолжать. Три стакана жидкости, которые нам были нужны, я разделила на три части. У меня желтый, красный и средний. Смешанные. Хочу получить плавный переход цвета. Вы же можете делать всего одного цвета. И тогда вводим до кипения желтый компот. Компот закипел, добавляем сахар. Делаем это по вкусу. Я разделила желатиновую массу на три части. Вот так. А если вам это трудно, можете каждую столовую ложку желатина изначально замочить в отдельной посуде с соответствующим количеством воды. Также в кипящую массу добавляем одну третью часть желатиновой массы. Хорошо все растворяем. Кстати, слухи о том, что желатин нельзя кипятить, что таким образом теряются все его желирующие свойства, что желе получается непрочным и так далее. Это все миф. Желатин можно кипятить. Просто в таком случае происходит испарение и нарушается соотношение жидкости и желатина. И его концентрация в этой жидкости повышается. Из-за чего готовое желе получается намного прочнее, намного тверже, чем нам нужно. Если мы не хотим получить резиновую структуру желе, тогда просто не нужно с этим переборщить. Вот и все. После того, как желатин растворился, займемся остальными стаканами сока. Делаем все то же самое. Опять в горячем соке растворяем желатин и добавляем по вкусу сахар. Вот и все. С этим все ясно. Просто в горячем соке растворили набухший желатин. Хочу, чтобы этого темного цвета было немножко больше. Вот так. Теперь оставляем остывать, затем вернемся. Вливаем немножко красного сока в форму и отправляем застывать в холодильник на ровной поверхности. Первый небольшой слой уже застыл. Декорируем фруктами. Вливаем сироп небольшим слоем и отправляем в холодильник, чтобы слой застыл и фрукты зафиксировались. Много не нужно, потому что фрукты всплывут. Вот так, небольшой слой, несколько миллиметров застыл и зафиксировал фрукты. Теперь уже спокойно вливаем некоторую часть сока, для того, чтобы и этот слой застыл, и следующий слой фруктов был уже на другом уровне. И снова в холодильник. Этот слой тоже застыл, но не полностью. Он еще мягкий, так удобнее работать. Вот так. Опять вливаем и большой слой, несколько миллиметров, для того, чтобы зафиксировать. И отправляем в холодильник. Переходим к следующему цвету. Если у вас за это время желатин успел вот так застыть, ничего страшного. Желатин обратим. Всегда можно его разогреть, и он опять станет жидким. Итак, слой за слоем. Напоследок хочу сказать, если ваш торт предназначен для того, чтобы немножко дольше постоять на столе и так далее, сделайте так, как сделала я. Те же самые пропорции. Но, если вы подаете торт сразу после холодильника, можете желатина добавить намного меньше. Скажем, чайную ложку на стакан воды, на стакан жидкости. А все остальное точно так же, как сказала и показала. Вот так выглядит готовое желе. Кстати, эти клубнички, которые выступают, тоже покрыты желе, для того, чтобы надолго сохранили свежий вид. Теперь пришла пора снять с формы. Для того, чтобы отделить от стенок формы, нужно ненадолго опустить в теплую воду. Если хотя бы небольшая часть останется прилипшим на стеночках, тогда можно все испортить. Можно просто сломать торт. Так что будьте осторожны. И вот так выглядит наш торт в разрезе. Друзья мои, если вы помните, я делала разные уровни. Здесь уже хорошо видно. Делала далеко друг от друга, чтобы было хорошо видно. Итак, не забывайте искать меня в инстаграме. Ищите там Арсиак Лохакян. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...